Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире программы «Городские встречи». В год 240-летия, со дня рождения Василия Головнина, в свет вышла книга «Вице-адмирал Головнин». Работа над зданием продолжалась 4 года. Впервые опубликованы редкие фотографии, в том числе из семейного архива РОДЭ. В нашей студии участники книжного фестиваля «Красная площадь» – писатель Людмила Анисарова и директор сети «Книжный барс» Светлана Платова. Фестиваль «Красная площадь» проходит в этом году второй раз. Впервые он проходил в 2015 году, это был год литературы в Российской Федерации. И поскольку имел большой резонанс среди профессионалов и общественности, было решено проводить его на постоянной основе в ининские дни на Красной площади. И приятно, что три представителя Рязани были там. Это торговый дом «Барс», книжная сеть «Книжный барс», издательство «Пресса» и, конечно, универсальная библиотека Горького. Дети интернета, они как-то себе плохо представляют, что сейчас действительно много современных писателей. Они собираются, они что-то обсуждают, они делятся впечатлениями, знакомятся с вами книгами. Расскажите. Мне выпала большая честь представлять свою книгу, которая вышла совсем недавно в издательстве «Веча» – «Вице-адмирал Головнин. Наш земляк». На фестивале я была в прошлом году просто как читатель и прониклась с той удивительной атмосферой праздника книги и любви к книге. Это было очень здорово. И когда в этом году мне предложили стать уже участником фестиваля, то, конечно, я восприняла это как большую честь для себя, большую ответственность. Как удалось пробиться к архивам, к семейным архивам? Ведь эта книга – это документ практически. Да, вы правильно подметили. Это документально-художественное повествование. Вот как я жанр определила в своей книжке. Вы знаете, всё не так уж и сложно оказалось, потому что Головниным в Рязани… Собственно, это наш национальный герой – Рязанский. В основном я опиралась на материалы, и тут сказано об этом в предисловии, на материалы документальные, которые собраны, были любовно за многие-многие годы потомкам Головнина, жителям Санкт-Петербурга Петром Андреевичем Головниным. И он мне с большой радостью отдал все свои наработки. Хотя я и сама в архиве военно-морского флота работала в Питере. Если говорить о представителях знаменитых фамилий, мы с вами за кадром говорили о том, что на фестивале все они приехали. Какие можно назвать? Дементьев, Андрей Дементьев. Был Евтушенко. Это наши корифеи, шестидесятники. Это выдающиеся авторы. Было очень много различных. Водолазкин Евгений – это новое имя. Ну, как бы не совсем уж новое, но из новой плеяды. И одно из новых имен – это Гузель Яхина. С презентации романа Зулейх открывает глаза. Удивительный роман. Молодая татарская писательница. Очень хороший язык. Тема. Молодец. Такой удачный роман. И она лауреат. И премии «Ясные поляны» литературные. И, конечно, самой главной премии страны. Это большая книга. Что сейчас читают? Как много сейчас читают? Конкретно наш регион Рязань – читающий регион. И все свидетельствует о том, что люди не потеряли интерес к книге. И количество посетителей в наших магазинах, ну, по крайней мере, уж если не растет, то не становится меньше. Сложно оставаться актуальным писателем сегодня? Нет. Какая-то литература более легкая, она, наверное, более и востребована. А литература историческая, вот такого плана, как моя книга «Вице-адмирал» и «Головнини», ну, наверное, она для определенного круга читателей. Но, слава богу, что этот круг есть. Вот для кого? Да. Вы знаете, для всех, кому история России вообще интересна в целом, для тех, кому интересна история флота… Вы сейчас говорите практически как учитель. Да, куда же? Я просто почитала, естественно, заранее перед эфиром радиоредактор, библиотекарь. Мои многочисленные специальности объясняются тем, что я жила с мужем-подводником в маленьком военном городке, где работы никогда не было, а работать хотелось. И везде, где освобождалось какое-то место, вот туда я стремилась устроиться. Инструктор по культурно-массовой работе, вот чем я занималась в Доме офицеров, потом библиотека. А когда уже мы вернулись в Рязань, я преподавала в Радиотехнической Академии. А, еще на Севере я поработала учителем, собственно, это моя основная специальность. А предмет? Русский язык и литература. То есть это мое, конечно, как учитель, я всегда говорю и забочусь. Вот это помогает писать? Именно опыт? Я думаю, что да. Мне помогает. Вы же тоже общаетесь с молодыми писателями. Как они готовы, они все-таки к этому наплыву читателей, к тому, что, может быть, критика какая-то, может быть, непонимание сразу какое-то. Все это очень непросто, особенно сейчас. Ну, с точки зрения литературной критики, не секрет, что она уже потихоньку отходит в сторону и не востребована. Потому что каждый себе литературный критик, каждый читатель становится. И мнение кого-то для него не становится определяющим. Хотя, жаль, сегодня руководителями чтения надо выступать и родителям для своих детей, и школе, безусловно, и книжным магазинам, и библиотекам, и всем тем, кто связан с книгами. И, конечно, авторам, которые пишут. Потому что в России принято верить печатному слову. И то, что там написано, сегодня издается за деньги иногда авторов, без редакторской правки. Нет научного редактора, нет технического редактора, нет многих других служб, которые должны быть в издательстве. А книга вышла, и то, что там написано, пером не вырубишь тупором. А расскажите, действительно, о других своих книгах у вас есть не менее интересные? В 1999 году опубликовала книгу, удалось опубликовать книгу в московском издательстве АСТ. Она называлась «Знакомство по объявлению». Это была конъюнктурная книга. Я совершенно точно знала, что если я назову ее по, скажем, другому рассказу из этой же книги, то едва ли она пройдет. Потом вторая книга вышла в том же издательстве. Это был роман «Вы способны улыбнуться незнакомой собаке». Вот так он назывался. Это, собственно, то, что называют, называли, называют женской прозой. Но потом у меня случился любовно-публицистический роман «Клуба. Любовь моя». И он в ту серию, в которую меня издавали, уже не вошел. И вот этим серьезным стала книга про Новикова Прибоя, известнейшего советского писателя-мариниста. Вот я нашла таких настоящих мужчин. Новиков Прибоя, вице-адмирал Головнин. И думаю, что есть еще достойные личности, о которых хочется писать. И я думаю, что получится. Светлана Александровна, дайте какой-нибудь совет читателям, юным читателям, что не всегда надо судить книжку по обложке. Вот, кстати, мне очень нравится идея некоторых библиотек и магазинов, которые запаковывают книгу, и краткое описание. То есть мы не видим обложку, мы не видим, насколько она яркая, насколько она какая. Как вы к этому относитесь и что посоветуете? Ну, вы знаете, обложка – это все-таки презентационная часть книги. И она должна, если она правильно оформлена, профессионально оформлена, она привлекает внимание. В этом ничего зазорного нет. А книга запакованная – это сейчас по правилам торговли 18+, если на ней стоит, и там какие-то элементы. Но это делается для того, чтобы человек по описанию выбрал книгу, а не по картинке. Вы знаете, картинки внутри, если это иллюстрации. А обложка – это все-таки как паспорт на книгу. Должна быть. Вот видите, какая удачная здесь обложка? И она говорит обо всем, что здесь написано. То есть коротко, емко и привлекает внимание. То есть море, тема и портрет. То есть здесь явно, что будет персоналия, явно, что тема морская и явно, какое время. То есть парусник. Поэтому я считаю, что каждый должен заниматься профессиональным делом. Издатель – издавать, книготорговец – продавать, писатель – писать. А читатель? Читатель – читать и получать удовольствие. И чтобы там был продукт в целом в книге, который читатель ожидает. А не то, что он покупает, а там бывает мыльный пузырь. И разочарование большое. И тогда он не приходит ни в магазин, ни в библиотеку. Поэтому, чтобы каждый находил себе нужное по своей деятельности, по своему таланту, по своему призванию. Я вообще за профессионализм в каждом деле. Вот я за это. Я вам обеим от души желаю наслаждаться тем, чем вы занимаетесь. Чтобы работа, какой бы она ни была, приносила не только финансовое спокойствие и благополучие, что тоже важно, не будем скрывать, но и все-таки удовлетворение. Спасибо вам огромное. Удачи. И вам, уважаемые телезрители, всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова